Большой гордостью сегодня представляем этот фильм. Мы очень довольны, что нам удалось в Санкт-Петербург привезти гостей. И в этом году у нас два режиссера. Был Джорджо Амата, я надеюсь, вы послушали, встречались с ним, смотрели его фильм. И сейчас к нам приехал Марко Даниэль, и как раз он представит и расскажет о своем фильме. Но вначале у нас будет такая маленькая приятная церемония, и я хочу позвать на сцену председателя жюри нашего кинофестиваля Татьяну Данилянцу. Я вот уже второй год подряд говорю о том, что это для нас большая честь, потому что люди, которые получают призы, это не только дебютанты, но и очень известные в Италии режиссеры, например, Микеле Плачидо, или актриса, которая сыграла в фильме Франческо Каминчини, уже очень зрелого режиссера. И в этот раз, надо сказать, что мое жюри состоит, наше жюри состоит еще из двух замечательных кинокритиков Всеволода Кошинова и Дарьи Митиной, которые уже много лет работают как эксперты аналитики кино. И в этом году мы отдали наш голос единолично замечательному фильму режиссеру Марка Даниэле. И я прочитаю формулировку, потому что она нуждается в таком точном, чтобы я точно ее донесла, за отражение идей о человеческом достоинстве и за деликатность решения неоднозначной темы. Потому что речь по фильму пойдет о свидетелях Иговы и о личном выборе нашей героини. И вот наш режиссер, наш герой умудрился удивительным образом достичь баланса, деликатности и взвешенности в интерпретации этой очень неоднозначной и, впрочем, для нас, для российского зрителя этой темы. И мы хотим вручить ему вместе с организаторами, вместе с Александром Уклеевым вот этот замечательный приз. Марку, пожалуйста, выйдите сюда. Перфоморфи. Приз, который сделал не менее замечательный художник Марка Бравура из Равенны. Это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Приз называется Красная Капрова дорожка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это any super марказ, наверное, большая сумаска. Чес... И теперь вы должны сказать... Добрый вечер, я счастлива находиться здесь с вами, тем более, что я первый раз находюсь в России. Я изучала кинематографическое искусство в Риме и, конечно, мы не мало внимания уделили и, конечно, я изучала кинематографическое искусство. Этот фильм оказался для меня очень удачным, он привел меня на разные фестивали, в том числе я был в Венеции, и очень рад, что теперь добрался и до России. Я не могу сейчас рассказывать о фильме, увидимся после просмотра. Спасибо вам большое, приятного просмотра и после фильма ждем вас все в холле для обсуждения. Спасибо большое.